Я хочу рассказать, почему у Деда Мороза бывает шуба синяя и какой же она должна быть на самом деле. Образ Деда Мороза является собирательным. Он впитал в себя и древние предания славянской мифологии, и христианское учение с легендой о святом Николае Годнике, легендой Петровской эпохи и даже про коммунистические истории в времену развитого социализма. Итак, четыре версии, одна биография. Версия первая. Языческая. Появился дух Мороза давно, еще до христианства, но поначалу это был просто символ, дух холода. Более двух тысяч лет назад жители севера в зимние морозы торжественно бросали за порог свои железы, лепешки, мясо, чтобы задобрить Мороза, чтобы его дух не злился и не насылал лютый холод. Среди славянских божеств выделялся своей свирепостью Карачун. Древние славяне считали его подземным богом, повелевавшим морозами и холодом, и считали, что к нему можно попасть только через колодец в ледяную избушку. В легендах древних славян был такой персонаж, как Зимник, Трескон, Туденец. Например, у западных славян это был Зюзя. Все эти персонажи, к нему Роз, представлялись в виде старика небольшого роста, с белыми волосами, с длинной седой бородой, с непокрытой головой, в теплой белой одежде, с железной булавой в руках. Где он пройдет, там жди жестокой стуши. Ну вот, например, Зюзя ходила исключительно босиком, а они были разные. И постепенно из злого и угрюмого Карачёна создался образ такой более-менее справедливого, жесткого, но справедливого бога, духа. Он уже появлялся как бы в трех ипостасях. Был образ в белой шубе, он суровый, безжалостный. Если его кто-нибудь встречал на пути, то домой уже не возвращался. Синий нос, синяя шуба. Он морозил венивых малоподвижных людей, от чего нос у них становился сезим. Красный нос, красная шуба. Он выговорил поделивым людям, у которых все-таки горели на морозе. Согласно другой версии, пра-пра, дедом современного русского Деда Мороза, считают героем русских народных сказок Морозка. Все мы знаем хорошо этот фильм. В некоторых версиях это Мороз Иванович, Мороз Красный Нос, но в любом случае это хозяин погоды, зимы и мороза. И образом он все-таки ближе к древним славянским корням, док христианский, а не как ни к Сантаклаусу. А в восточных славян сказочный Дед Мороза, образ Мороза представлен вообще богатырем-кузнецом, который сковывает воду железными морозами. Известно несколько народных сказок, где северный ветер и мороз помогают заблудившимся путникам. Но самый знакомый персонаж это все-таки наша сказка Морозка. Версия третья. Религиозная. Согласно ей, в IV веке жил в турецком городе Миры архиепископ Николай, христианский святой Николай, который родился в III веке в Малой Азии. Славился он не только на башнинских благочестиях, но и душевной добротой. Он выступал в роли защитника несправедливо приговоренных, а еще помогал детям. Примерно в X веке в Хионском кафедральном соборе начали раздавать ученикам церковно-прихозской школы фрукты и выпечку. Именно в день памяти святого Николая, который стал почитаться как покровитель детей. И в средние века твердо установился обычай Николин день 6-19 декабря дарить детям подарки. Изначально Николай дарил подарки, и это никакой связи с Рождеством не имело, а затем заединилось с праздником Рождества. Вскоре эта традиция вышла далеко за пределы германского города. В домах стали вешать специально изготовленные башмачки или чулочки, для того, чтобы Николаю было куда положить свои подарки. Обычай ждать Николая, получать от него подарки, разошелся по всему миру, включая Америку. Биография и история происхождения Санта-Клауса настолько большая и интересная, что заслуживает отдельного рассказа. Поэтому сейчас я не буду на ней останавливаться, ведь не веду к следующей версии. Петра 4. Светско-пропагандистская. Традиция пошла украшать ёлку из Германии. А вот происхождение Деда Мороза есть легенды из Петровской эпохи. Пётр заставлял всех ставить ёлки и на выбор проверял отдельно взятых моря. А тех, кто не ставил ёлку, он заставлял на следующий год ходить и раздавать всем подарки. И, как правило, ёлки не ставили как раз те, кто не брили бороды. Вот поэтому они разносили подарки. А так как сомним было трудно, то они ещё с собой рядом брали дочек и внутик. Версия недоказанная, но красивая. Отмечая Новый год 1 января и нарежая ёлку, однако про Деда Мороза речи ещё не было. Впервые в России Дед Мороз появился только в 1410 году. После Октябрьской революции 18-го года Дед Мороз стал подбергаться гонениям, как идеологически вредный персонаж. И даже какое-то время был запрещен. Опало Деда Мороза закончилось в 1935 году, когда сценаристы начали разрабатывать массовые мероприятия массовых ёлок. И ведущими стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Только Дед Мороз оставил красный цвет своей шубы, потому что это был цвет убедившего социализма и государственного флага. Кстати, Снегурочка, которая появляется у нас вместе с Дедом Морозом на празднике Нового года, это чисто наша традиция. Больше Снегурочки внучки Деда Мороза нигде нет. Вот, по сути, четыре варианта происхождения Деда Мороза. Я думаю, что замечательно, что Дед Мороз бывает на празднике с добрыми подарками. И не важно, в какой он шубе – белый, синий, красный. Важно, какой больше нравится вам и нашим детям. Я лишь хотела рассказать о древнеславянских корнях Духа Мороза и Зимы. И пояснить, откуда взялся синий и белый цвет на шубах Деда Мороза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok